Приветствую вас, Кристина. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Ситуация, которую вы описываете, мне кажется, не столько сложно, хотя я, безусловно, не могу и не имею права решать этот вопрос. Сколько мне ситуация кажется несколько противоречивой, а именно противоречивой в том, что вы как будто бы с одной стороны хотите быть с мужчиной. И я вас понимаю с другой стороны, как будто бы вы не готовы взять за это ответственность, и хотите, чтобы человек такое впечатление, чтобы сам все сделал, сам взял на себя ответственность за то, чтобы вернуться, допустим, к вам. Вот. То есть отношений хотите вы, а сделать он это должен за вас. Мне кажется, что здесь вы, по моим, по крайней мере, ощущениям, перекладываете ответственность за свою тревогу и страх, возможно, остаться одной или страдакой, на него. Конечно же, не самый лучший расклад для отношений, чего уж здесь скрывать. Поэтому в первую очередь я бы обратил ваше внимание именно на это. И в первую очередь, наверное, хотел бы поговорить об этом. То есть вы, если хотите отношений с человеком, да, если вы хотите быть человеком, то, ну, совершенно очевидно, что для этого нужно что-то делать. Совершенно очевидно, что если вы отношений вроде как хотите, хотите, но в то же время, как вы и сами сказали, молчите и оставили его в покое, и ему не отвечаете, а он вам периодически пишет, там, как у вас дела и прочее, то отношения таким образом и не наладятся. Ведь кто знает, может быть, именно таким способом человек и пытается как-то наладить отношения. Может быть, конечно, нет, но вероятнее всего это так. Понимаете, да? Поэтому я бы тут обратил внимание на некоторое противоречие у вас. Понимаете, да? Вот что я имею в виду. Поэтому мне кажется, мне кажется, что вы здесь как-то вот сами до конца не определились, чего хотите в этой ситуации. Вот, и что вы готовы реально для этого сделать. Второй момент, момент, на который важно обратить ваше внимание, это момент в том, что вы говорите про контроль эмоций и про то, что вы поняли свои ошибки. То, что вы говорите про контроль эмоций, как это не парадоксально, свидетельствует о том, что проблема не только не решилась, но, скорее всего, сгубилась. Потому что никакой контроль эмоций в этом смысле вам не нужен. Наоборот, вероятно, больше всего пострадали вы и ваши отношения с человеком. Как раз таки, может быть, из-за контроля этих самых эмоций. Вот. Когда вы эмоции контролируете, они потом прорываются и сметают всё на своём пути. И вас, и молодого человека, и так далее. Вот. Поэтому не контролировать нужные эмоции, а учиться их адекватно выражать. Если у вас есть опыт связи с взаимодействием, например, со злостью, с агрессией, со страхом, то нужно об этом грамотно разговаривать в первую очередь. Разговаривать и проговаривать. Чтобы не чувствовать себя одинокой, например. Чтобы не чувствовать себя брошенной, например. Ну и так далее. То есть вы говорите, это вы говорите немножко о... Немножко не о тех вещах, к сожалению. Вы говорите немножко о других вещах. Которые не сделают вашу жизнь как-то лучше, качественнее и так далее. К сожалению. Поэтому здесь я могу только вот указать вам на эти вещи в надежде на то, что вы к этому присутствуетесь. Теперь давайте разберем ваш текст более подробно. Ситуация довольно сложная. Пишите вы, мы с парнем встречались 11 месяцев и я забеременела. Жили какое-то время вместе, сделали предложение, думали о свадьбе. И так, Кристину. Что здесь бросается в глаза? В первую очередь то, что нет границ между вами и вашим парнем. Вы говорите мы. Хоть вы и говорите, что забеременела я. Но это связано с тем, что забеременеет числительно могли только вы. Вот только не совсем понятно, насколько это было осознанно, осознанно. Да, беременность я имею ввиду. Плюс беременность здесь до брака. Нет, я не против беременности до брака. Я вообще ничего не против. Просто мне кажется, что с учетом выжисказанного, с учетом особенностей ситуации, ваша бременность выглядит как что-то спонтанное, что-то неожиданное, непредвиденное. Вот вы говорите, мы жили вместе. Я думаю, что здесь важно видеть ваш вклад и вашу направленность. Не вы жили вместе. А вы, Кристина, лично выбрали проживать все мужчины с молодым человеком своим. По сути, то, что называется сожительство. Вы выбрали сожительство. Я не говорю о том, что вы выбрали что-то плохое. Я говорю о том, чтобы вы осознавали то, что вы делаете, как вы делаете, и хотите ли вы это делать. Вот что важно. Потому что у меня есть, повторюсь, некоторые сомнения и сомнения относительно того, что вы осознаете это. Эти сомнения получают логичное продолжение, когда вы пишете, что мы думали о свадьбе. Потому что мы думать о свадьбе не можем. Мы не можем. Можете о свадьбе думать вы, Кристина. О свадьбе может думать ваш молодой человек. Я могу сейчас об этом разговаривать. Но вместе вы об этом думать не можете. Вполне вероятно, что вы сочтете то, что я говорю, в придирках к словам. И если для вас это так, то ничего не поделать. Но с точки зрения психологии, здесь выглядит так, что вы достаточно сильно, если не сказать целиком, обращены на мужчину. И очень мало обращены на себя. К большому сожалению. Подобная зависимость, если я прав, глобально и стала тем основанием, по которому вероятнее всего вы начали сорвать. Дело в том, что когда люди вот так близко взаимодействуют, когда люди так, я бы сказал, близко общаются друг с другом, когда люди, например, склонны, ну допустим, нарушать как-то личные границы друг с другом, пускай и делая это неосознанно. Вот возникает подобная проблематика, к сожалению. Вот поэтому очень важно вам на это, обратите внимание, не слишком ли близко вы, как бы так сказать, подошли к человеку. Не слишком ли близко вы находитесь к своему молодому человеку, к своему мужчине? Понимаете? Потому что если слишком близко, то за этим невольно практически всегда последует конфликт, последует ссора. Ссор. Просто потому, что человеку сложно выносить, ну, близкое нахождение, слишком близкое нахождение с другими. Дальше. Так. Так. Значит, стали частые ссоры в отношениях, истерики с моей стороны почти как каждый день. Не знаю, что она мне находила, я как сама не своя, но жутко ругалась, может, хотела за вот это внимание, больше не знала. Я бы сказал, что это нужно разобрать. Нужно это разобрать. Вот. Потому что, потому что это очень важный момент, очень важный момент. Знаете, с вами это возникло, с вами это началось, ну, условно говоря, вы начали это чувствовать, что вам вот, грубо говоря, чего-то не хватает. Но вы, но вы не осознаете до конца чего, вы не осознаете до конца чего именно вам не хватает, судя по тому, что вы говорите. Вы говорите, что вы научились это контролировать, но если вы не знаете, что на вас находилось тогда, вот, скорее всего, вы не знаете, что на вас находилось сейчас. Вот, скорее всего, вы этого не знаете до сих пор. А потребность, например, или неразрешенный конфликт, например, остался, он по-прежнему с вами, он никуда не делал этот конфликт, к сожалению, опять. Это очень важный момент. Поэтому я говорю, что ваши правы и фразы о том, что вы осознали свои, допустим, ошибки, да, вот, и научились контролировать, например, эмоции свои. Мягко говоря, выглядит сомнительно, и скорее всего, свидетельствует в большей степени о том, что проблему вы свою, например, вот, например, потребность во внимание, о котором вы говорили, да, до сих пор не видите. А причины могут быть в том, что слишком вы сильно стали ориентироваться на мужчину и слишком мало, грубо говоря, на себя. Вот, сорок. Здесь психологическая игра в камдаун будет для вас хорошим подспорьем. Потому что через эту игру вы могли бы достаточно хорошо увидеть, как происходит. Так, что вы сорочите. Это не происходит как-то случайно, если вы понимаете, что я имею в виду. Это не происходит случайно. Это происходит потому, что вы вносите свой вклад в это. Но какой вклад в вывод в вносит? Это вопрос. Скорее всего. Скорее всего. Сами. Вы. До конца этого не знаете. Сами вы, скорее всего, не отдаете вот в насчет. А жаль. Вот это очень важно. Так вот. Психологический граф канал возникает по ряду совершенно очевидных момент. И эти моменты нужно поисследовать. Вам, чтобы лучше к себе разобраться. Опять же. Чтобы лучше себя понять. Опять же. Дальше. Идем. Родственники говорили гормоны, мол, из-за беременности в итоге две недели все хорошо, потом опять ссоры и все по новой. Я понимаю. Я понимаю. Обратите внимание, что вы здесь как будто бы не совсем полностью погружаетесь в то, что происходит. Как будто бы здесь вы не совсем полностью замечаете то, что вы чувствуете. То, что вы чувствуете. Понимаете? То есть вы браты говорите, что вот, мол, все по новой. И какое-то время все хорошо, потом опять все плохо. Понимаете? То есть как бы предметно. 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 Разговор здесь, к сожалению, не идет. Именно предметно. А ведь это очень важный момент. Понимаете? Какая штука. А поэтому вы как будто бы своего участия не видите. Как будто бы. своего участия в том, что вы делаете, вы не видите. А это очень важный момент. Понимаете? Я надеюсь. Дальше. Идем. У меня остались на очень плохой ноте. У меня были клики, оскорбления и даже брака. После этого бродичка пишет, привет, как дела? Смс. Ну, вы говорите, клики, оскорбления и брак. Ну, вот это все. Я полагаю. Чем-то обусловим. Я так думал, что это чем-то обусловлено. Я не думаю, что просто на ровном месте вы начали, не знаю, ссориться или драться, например. Я думаю, что у этого были причины. Были основания, если угодно. Только вот какие основания, я бы сказал, пока не ясно. Но опять же, потому что вы об этом не говорите. Вы говорите о самом событии, но не о своих чувствах по поводу этого события. Дальше. Парадически пишет, привет, как дела? Смс. Про соль два миссного образования, конечно, сужили во многом, попыток сойти с его стороны нет. На этом я отвечаю не ка. Не хочу, мне становится грустно и обидно, что все закончилось. Здесь то, о чем я говорил несколько в начале. Что вы вроде бы хотите, чтобы он сделал какие-то попытки. Чтобы он делал попытки отношения восстановить, но при этом, когда он пишет его имя, не отвечает. Волей-неволей здесь у меня появляется вопрос. А вам нужны какие-то особенные попытки с его стороны? Или как? Самое что, ну, выглядит, я бы сказал, все вот таким образом. Дальше. Обидно, что все закончилось, но вы же сами какую-то вкладку отнесли. Сейчас на 8-ом месте беременности, подскажите, пожалуйста, я очень хочу, чтобы он вернулся и возобновил отношения. Что именно подсказать? Я его люблю, как это проявляется. Возможно, лишь он вернется после того, что было. Ну, возможно, вернется. Возможно, кто вернется, а возможно, кто и нет. Это, на мой взгляд, это, на мой взгляд, из области, из области, ну, из области погадать. Понимаете? Вот. 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 То есть, ну, может быть, может быть, вернется. Может, вернется, может, нет. Вот. 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 По крайней мере, для меня не вернется. Вот. Вот. И вам надо бы спросить себя немножко другое, что я сама хочу и могу сделать, чтобы он вернулся. вот. Делаете ли вы для этого что-то? Вот. Какой момент, на мой взгляд, нужно раскрыть, а не тот момент, где вы пытаетесь просчитывать варианты и пытаетесь понять и увидеть, ну, вот этот момент. может быть, вернется, может быть, может быть, нет. Понимаете? В чем штука. Вот. Поэтому, собственно говоря, я и пытаюсь донести до вас эту мысль. что вы здесь, по моим ощущениям, перекладывать адрес и назначить свой окна. То есть, хотите его. Вы, вы говорите, что любите его, я вам верю, но как это любовь в данном случае проявлялась? Я понимал свои ошибки, какие ошибки, что поняли, научилась контролировать эмоции и как именно вы научились. Хочу семью с ним. Ну, и обратите внимание, вы говорите больше про семью, нежели чем про него с моего. То есть, обратите внимание, что вы говорите про то, что хотите семью с ним, а не про то, что, не про то, что, ну, хотите, например, как-то выразить и проявить себя там, свои чувства и так далее. Вот. Опять же, может показаться, что я определяю их словам, но нет, я просто хочу указать вам, но эти моменты, которые мне кажутся важными, понимаете, да, эти моменты мне кажутся вот. Дальше. Когда достали, сказал, что жить с тобой не хочу, не могу сказать, что не люблю, я от ребенка не отказывался, умолял отдать мне же шанс, он отказался. В первом месте мне отвечает, молчу, решил оставить его в покое. Ну, простите, а вы хотите сейчас от нас, собственно, от чего? Чтобы мы просто как-то вот, ну, в гадайку поиграли, да, то есть погадать, вернется он к вам или нет, а уверены ли вы, что для этого мы нужны вам, уверены ли вы. В том смысле, что вы вполне сами можете погадать и без нас, как мне кажется. мы для этого вам не нужны. То есть, понимаете, вот в чем здесь момент, что вы немножечко вот, как будто бы не на то несколько нацелены. не на то, чтобы, например, в себе разобраться, да, в себя понять и что вы чувствуете к человеку, например, а больше на то, чтобы он вернулся. Вот. Ну, я боюсь, что при таком подходе ваши отношения не претерпят каких-то серьезных изменений. Вот. Я боюсь, что ссоры между вами выжимают, потому что, если вы нацелены на человека сейчас больше, чем на себя, то совершенно нормально, что вы будете от него требовать. А внимание, вот, так же, как и, ну, так же, как и раньше. Вот. И ссоры опять начнут. Вот. Кажется так. Ну, решать вам, конечно, но если вы на самом деле хотите, чтобы, ну, чтобы ваши отношения чем-то закончились, да, чтобы ваши отношения все-таки получили какой-то шанс, то в этом случае, наверное, имело бы смысл сделать так, чтобы минимализировать риски того, что вы разойдет. И пока. К сожалению, я такие риски больше вижу, не знаю, чем не вижу. И то, что вы говорите как раз, чтобы вы поняли свои ошибки и так далее, ну, меня не убеждает. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам заняться психотерапией. Вот. Я бы рекомендовал бы вам ее, психотерапию в смысле. Вот. Я бы рекомендовал вам разобраться в себе. И уже дальше, после этого, смотреть, куда бы и в какую сторону, вот, можно было бы двигаться. Вам. Это поможет и в отношениях, это поможет и более глобально. То есть, поможет вам лучше ориентироваться по жизни. Вот. Сейчас, если вы не очень хорошо чувствуете себя, не очень хорошо видите свой путь. Например. Ну, я имею ввиду в жизни, куда вам двигаться. За жизнь. Вот. То, данная работа психотерапевтическая, может вам помочь эти проблемы в принципе решать. Вот. Конечно, при условии, если вы этого хотите. Безусловно. Вне всякого сомнения. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен. А я буду благодарен вам за обратную связь по нему. Это позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго и удачи. Правда. Здесь с ума элементара. Продолжение следует. Продолжение следует.